Все, что вы видите в 23-м году, это просто сухой еб**й план, который выполняется и который не имел права не сбыться. Великолепный план, надежный, как швейцарские часы. Привет! Сегодня поговорим о паре модников, которые вот только-только хайпили на своем немножечко фейковом бифе. Осуждать я, конечно, никого не буду, а вот биточки их разберу специально для вас. И я надеюсь, что ты не будешь меня осуждать за то, что я прошу тебя поставить лайк прямо под этим видео. И начнем с Nine Mice и его немножко таких меланхолично-агрессивно-лиричных треков. Например, Оба трека супер синтовые и мелодия в них длится 4 такта. В этой мелодии довольно прикольная гармония, которая состоит из пауэркордов. А пауэркорд это по факту обычный аккорд, например, вот этот тре минор, из которого просто вырезаю среднюю нотку, то есть терцию. И получаем тонику и квинту, и вот вам пауэркорд. В обоих треках звучание синтов очень ярко и довольно минималистично. Например, тут за движение отвечает высокий злющий лид, а нижние аккорды все-таки скорее заполняют. А тут оба слоя это подобие пэдов, только один с каким-то движением и более яркий, а второй тоже скорее заполняющий. И в обоих треках очень сильно вперед выходит 808. Он всегда либо на одном уровне с мелодией, либо даже немножко ее обходит. Но самое главное, как написал один из зрителей, эта мелодия задающая настроение супер вайбового опиума. Ну то есть вайпера, конечно, опиум тут совершенно ни при чем. Короче, лиричная мелодия, яркие ядовитые синды, огромный и мощный 808, довольно простая драмка. Приступаем. Первым синтом будет серум, вот с таким вот звуком из вот этого банка пресетов. И я сыграю простенькую опиумную прогрессию аккордов 6, 5, 1. То есть шестая ступень, пятая ступень и затем первая ступень в ре миноре. Опять же используем вот эти пауэркорды, то есть без терции, без средней нотки. И чтобы было повеселее, вот эти нотки я продублирую еще на октаву вверх. И мне кажется, тут нужен какой-то заходик, чтобы возвращалась снова на вот этот первый аккорд. Для этого, для этого я, наверное, возьму вот этот же самый dm. Тут уже пропишу терцию, вот так сделаем, вот так. F-ку продублируем на октаву вверх, или d продублируем. То есть это тот же самый dm, чуть-чуть немножко по-другому обращенный. И еще вот сюда вот эту ля я поставлю, чтобы было. И чтобы сделать звук синта ядовитым, нам нужен auto-t, d в районе 70. Если мы его отключим, ну прикольно, но вот так добавляется немножко ядовитой яркости. Я добавлю еще один синт, который будет играть совершенно то же самое, но без вот этих верхних ноток, на октаву выше. Я его использую, чтобы создать больше движения на заднем плане. Вот так вот, вот так вот ставим нотки, то есть на те же самые нотки, что и в первом аккорде. Только вот эту поднимаем на октаву, а вот эту опускаем на октаву и получаем. Вот так, по-моему, поприкольнее. И здесь тададан, тададан, этот мы сделаем на октавах, наверное. И он будет идти по нотам аккордов. А если вот так? Вот, да, с F лучше. И опускаем на октаву. На втором синте тот же OTT, только low я еще сильнее убавил и депп просто на 100%. Обычно в своих видосах я стараюсь быть комплементарным, то есть как-то подчеркивать какие-то положительные, прикольные стороны авторов, но вот тут я скорее выскажу непонимание. Типа вот Палагин смог дать нам стиля русского народного метрбумена, хотя он сам украинец из Одессы. А Токси сделал стиль ланчбокса мемным и через это адаптировал его для ру-слушателей и примерно так же свои первые шаги сделал тейп. Но вот стиля Кай Ангела и Найн Майнца я пока выкупить не смог. Они звучат как опиум и как будто бы не особо дают этому стилю своего колорита. Конечно, может быть я колхозник и просто ничего не понимаю в их стиле. И возможно для СНГ это действительно свежий звук, но как будто бы в них не хватает самобытности. Понятное дело, что большая часть ру-рэпа это адаптация западного музла. Но в вечности остается только та адаптация, которая привносит в изначальный стиль что-то новое, что-то близкое и родное восточноевропейскому сердечку. Примерно как Палагин в треке Ай-яй-яй. Серьезно, костровой дрил еще смочь придумать надо. И мое непонимание стиля Кай Ангела и Найн Майнца достигло пика, когда в их фейковый биф, который сам по себе больше похож на ссору Ферамира и Азлагора, чем на рэп биф, писался Элджей. Серьезно? Два типа, образ которых строится на том, что стиль это все, тусуются с Элджеем, который вот этот Элджей. Теперь остается только ждать фита с Пашей техникой. Ты по-моему перепутал. Можно добавить звук электрогитары, которая то же самое будет играть, но если будет настроение, добавлю его позже. Лучше перейдем к лиду. Вот такой звук будет играть его первую половинку. Я хочу, чтобы он состоял именно из двух половинок. Типа первая задает вопрос, вторая на него отвечает. Играть она будет что-то типа... Не так вот. А скорее вот так. Только без эффектов не так интересно. Но если добавить реверп и перегруз, гораздо прикольнее. Теперь вторая половинка, которая будет обрабатываться точно так же. Но если мы отправим их на один канал с одним перегрузом, то получится один лид будет полностью перекрывать другой. Поэтому я сделаю для него отдельный канал с теми же обработками. А играть он будет что-то типа вот такого. Просто ту-ду-ду. Вот так. Только фаршлаг нужно какой-нибудь сюда запилить. И тут прикольно, по-моему, что они немножко друг на друга накладываются и немного по-разному звучат. И из-за этого как-то интересно звучит. Ну и в 808 вот такой один сэмпл. Вот такой второй сэмпл. То есть один такой низкий и по центру, второй супер широкий и супер яркий. Парт 808 будет довольно-таки дефолтным. За исключением того, что вот здесь вот я хочу, чтобы он пересекался с клэпом. И вот здесь будет яркий бас, потом на D тоже самое. И вот этот ту-ду-ду-ун будет тоже играть широкий яркий бас. Ну и еще необязательный, но прикольный муфы добавить третий лид. Обычный сайн лид с каким-то биткрашером. И сыграет он что-то такое немножко нью-джазовое. Попробую наиграть. Ну да, типа такого. Только чтобы было поприкольнее, нужно несколько фашлагов. Он не всегда будет играть, но с ним точно прикольнее. Остается драмка. Клэп на каком-то супер дефолтном месте. И кто же сыграет что-нибудь такое простенькое. Типа вот так. И вот так. Хай-хеты будут поинтереснее. Самое главное, чтобы пробежки, которые мы сейчас пропишем, не ломали ритм. Поэтому я буду раскидывать их вот здесь вот. Либо вот здесь вот. Это вторая и четвертая четверти такта. Типа это самое стопроцентное место для пробежек. И пробежки я буду располагать на более низких нотах. Типа, ну, наверное, вот так. Ctrl-U на 1-2. Вот так. Прикольно будет, если мы вот эту ноту опустим еще ниже. Чтобы она была как бы ответом на пробежку. И еще может быть прикольно, если вот эта нотка будет идти перед пробежкой. А не только после. Вот здесь на 1-3. Ctrl-U. И тоже такой же ответик. Еще прикольно могут работать развернутые закрытые хеты. Да. И финальная фишка звучания, это, конечно же, клипер. В него все должно упереться и немножко попердеть. Нормально, да? Ну, нет, конечно. Без него вот так вот. А вот так вот с ним. И вот первый бит готов. Его можно послушать в Telegram-канале. А мы переходим к iAngel. Например, от трека Angry. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от Адая, который отлично подойдет даже новичкам. И даже если ты ни разу не открывал FL Studio по этому видеокурсу, ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что напиши мне прямо сейчас, закажи видеокурс и прокачивай свои навыки. Тут в мелодии тоже два элемента. Первый элемент это жирнющая пачка синтов, которая играет нижнюю партию. А второй это высокий лид, который играет что-то такое слегка не в попадное, но от этого звучит еще прикольнее. Нельзя сказать, что эта мелодия какая-то не в то, но она именно не гладкая, не мягкая, не аккуратная. И третий элемент мелодии это паузы. То есть раз в два такта вся мелодия немножко замирает. И это делает общее настроение еще более напористым и агрессивным. Но самый важный элемент это 808. Он играет супер движовую партию, которая не всегда построена на корневых нотах аккордах. И из-за этого он иногда звучит с каким-то таким небольшим диссонансом. Но это на 100% не ошибка, а именно фишка этого дрэка. Драмки тоже чуть сложнее, чем в прошлом бите, особенно кик и клэп. Их гораздо больше и клэп вообще уходит в разнос. И в элементах мы разобрались, пора собирать свой тайп. Тут тоже все строится на пауэркордах. Я решил взять ту же тональность, что и в прошлом треке. Это ДМ. Здесь уже первый аккорд ДМ и будет. Следующим аккордом будет Ф. Только вот здесь будет заходик, как и в оригинальном треке. С того же самого ДМ, только вот такого. То есть с другим обращением. И вот это все будет повторяться три раза. А четвертая секция начнется с аккорда Ля. Вот так. Дублируем. И поставим еще одну Е наверху. Вот так. И снова вот этот. То есть у нас тут три аккорда. Это ДМ, это Ф и это АМ. Пока звучит тоже нифига не ядовитый и не мощный. Но как только мы включим OTT, стало звучать поприкольнее. И это все тот же пак пресетов для серума. Второй син будет играть все это без изменений. Это тоже какой-то пресет из того же пака. И естественно на нем тоже OTT. Еще в синтезу Нолоджи я нашел вот такой вот прикольный его был бас. Мне кажется, он офигенно сюда впишется. И когда вот этот ту-ду-ун, когда играет вот этот заход, он будет уходить наоборот на октаву вниз, а потом снова на F. Только от него нужно отрезать побольше низа. Как и вообще на всех синтах. Просто дете фильтром я рубану. Потому что у нас будет просто гигантский бас, и его нужно куда-то впихнуть. Точнее несколько басов. Вот это первый. Он будет играть ту-ду-ду-ун вначале. Потом вот этот басец. И вот этот третий будет добивать все это на F. И вот это будет продолжаться три раза подряд. Четвертый паттерн начнется не с Zey баса, а вот этого. Вот такой парт собрался из трех басов. И раз уж ты досмотрел вот до этого места, предлагаю тебе прямо сейчас подписаться на канал. Ведь этот видос тебя чем-то зацепил, так что подпишись прямо сейчас, а мы продолжаем. Вот такой лид я хочу использовать, но я хочу, чтобы он звучал похоже на электрогитару, для этого нам понадобится вот такой вот пресет гитар рига, но звучит недостаточно ярко. Также уставим OTT, и вот такая суперэкстремальная эквализация, я очень жестко убираю вниз и очень жестко добавляю вверх. Та-дам, да-да. Да. А если вот так? Да, вот так лучше. Ctrl-B. Просто продлим. Так же, как в оригинале, там вот этот простой мотивчик длится вообще постоянно. Ну и осталась драмочка. Кик я сделаю просто ударом раз в два такта, вот так вот. Клэпа будет два. Один основной вот такой. Второй такой более прикольный, он будет отыгрывать ритмическую партию. Какой-то вот такой ритм он будет играть. И вот так типа. Итак, на убывание. Хай-хэт будет примерно вот таким. Все равно нужно добавить какие-нибудь пробежечки, по-моему. И вот здесь тоже какая-то такая штучка нужна. Пробежка типа супер вниз. И ей мы сделаем velocity. Да, то, что нужно. И правило построения пробежек примерно как в прошлом бите, только здесь я больше пробежек сделал на сам удар снэра. Это иногда тоже очень прикольно звучит. Еще можно добавить вот такие вот реверснутые хэты. Наверное, перед вторым снэром. Вроде неплохо. Надо убавить. И, конечно, на мастере это снова все упирается в клипер. Во вступлении можно убрать хик, убрать open head реверснутый и сделать make unique первого паттерна баса. Чтобы вот так вот сделать. Так сделано, собственно, в самом треке Angry. Во вступлении у баса более простая партия. То есть не ту-ту-тун, а просто тун один. А вот этот последний бас, он также ту-ту-тун сделан. То есть типа с пробежечкой. Вот такие биты получились. Можете написать в комментариях, попал ли я в стиль NineMines и KaiAngela, и их допиленные версии уже лежат в моем телеграм-канале по ссылке в описании, либо по QR-коду на экране. И снова напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от Адая. Подробнее узнать можно у меня по ссылке в описании, либо в закрепленном комментарии. И обязательно подпишись на канал, если ты этого еще не сделал, ведь видос тебя чем-то зацепил, так что подпишись. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Буду ждать вас в следующем видосе. Продолжение следует...